здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко это видео будет интересно всем даже детям ошибки за праздничным столом допускают часто и расплата за них может быть и ваше здоровье и вашу жизнь в этом видео я вам напомню про характерные типичные ошибки которые собрались за более чем 30 лет врачебной практике а также что делать чтобы минимизировать вред или получить даже пользу и так первая стратегически опасная ошибка которую допускают многие диетолог скачко советует не садитесь голодным за праздничный стол наезд на сутки на неделю на месяц на год невозможно можно наезд только на ближайших несколько часов поэтому за полтора два часа до предполагаемого начала застоя именно этот интервал времени очень важен у вас должен быть правильный перекус во время которого в пищеварительную систему должны попасть порция овощного рагу овощной суп овощной борщ может попасть правильно приготовленные каши либо макаронные изделия даже бутерброд иными словами хлеб с маслом это тоже правильный перекус за полтора два часа до начала застолья в этом случае вы абсолютно готовы к любым кулинарным сюрпризом который вам преподнесет хозяйка если вы такую ошибку совершаете и не перекусываете перед застольем я бы попросил вас написать комментариях комментарий просто единичку поставить чтобы означать именно эту ошибку которую вы допускаете след было понятна ситуация часто пытаются хозяйку обидеть и перекус делают неправильным иными словами если вы съели порцию мяса рыбы либо птицы за полтора два часа до застолья у вас будут напряженные отношения с хозяйкой и будет сложно заставить вас есть ту еду которую она приготовила ваш желудок будет частично занят не ею приготовленной пищи и у вас возникнет проблема если вы такую ошибку хоть раз жизнь совершали вы пишите один а в комментариях и советую вам такую ошибку больше не совершать что делать в начале застолья тут зависит от того какие цели вы реально ставите в ближайший застолье и в отдаленной перспективе то есть после него что вы хотите получить если вы понимаете что на столе достаточно много алкогольных напитков и вам придется много выпить то ошибочный способ защитить свой организм от спирта это употребить в начале приема пищи порцию жирных изделий а именно сметана сливочное масло растительное масло не имеет значения какой жир попадет вашу пищеварительную систему это утопия когда говорят некоторые эксперты что таким образом вы сформируете мешок который препятствует попаданию спирта кровь попробуйте на нагретой сковородке удержать масло на всей поверхности куда вы повернете туда масло и уйдет ваш желудок это не мешок масло жир уйдет двенадцатиперстную кишку и у вас риск обострить хронический панкреатит до состояния острого панкреатита те кто знают про хронический панкреатит пожалуйста так не поступайте те кто не знают я не советую так поступать потому что в союзе со спиртом это великолепное жесткое раздражение для подзвучной железы и даже здоровая подзвучная железа может на такой сюрприз отреагировать поэтому так защищаться не нужно если вы пытались так хоть раз защититься от алкогольных напитков напишите 2 а в комментариях что эта ошибка была вами совершена когда-то но не советую ее повторять правильная защита от большой дозы спирта который может подействовать и на печень и на нервную систему на организм в целом это в начале застолья за поступить порция мяса рыбы либо птицы в термической обработке разумеется а будет это блюдо содержать эти ингредиенты после того как их варили тушили запекали даже жарили не имеет принципиального значения имеет значение на какой срок вы хотите защитить свой организм свою печень свою нервную систему от действия спирта если вы употребили порцию рыбы то 3-4 часа мягкого воздействия алкогольных напитков на ваш организм обеспечено если птица 45 если свинина говядина телятина баранина конина то 6 7 8 часов мягкого воздействия на ваш организм гарантирован иными словами ваш жировой гепатоз либо стеатогепатит не обострятся нервная система будет хорошем состоянии вы выйдете из депрессии и не попадаете в алкогольное опьянение если вы такую ошибку совершали и неправильно относились к алкогольным напиткам к старту к защите своему организму напишите комментарий 2 а было понятно вам что вы увидите свои ошибки во время застолья для сохранения здоровья вот таким образом будет правильно а если вы хотите еще получить еще один бонус если вы хотите не только не получить токсический удар от спирта по своему организму неважно какого но и не набрать избыточный вес часто диетологам после нескольких праздников обращаются именно с этой проблемой как теперь снизить вес то порция мяса рыбы либо птицы зависимости от того насколько она долго перевариваться в желудке будет удерживать гарнир именно гарнир это углеводы и жиры большей степени в меньшей степени белки способствует набору избыточной массы тела и в этом случае если у вас начале поступило мясное а потом гарнир избыточный вес у вас также набираться будет медленнее если наоборот у вас и алкогольное пение будет более жестким если вы съели вначале салат типа цезарь типа оливье типа селедка под шубой не удерживают они жестко спирт пропускают в кровь у вас углеводы жиры попали в кровь у вас избыточный вес спирт попал быстро кровь у вас быстро наступает токсическое действие на печень на мозг и на организм целом в этом случае вы находитесь в зоне опасности а всего то нужно было поменять местами начали съесть основную пищу а потом доедать гарнир в этом случае у вас будет больше безопасность если вы сторонник вегетарианского питания то для того чтобы набрать вес нужно вновь начале приема пищи использовать овощной рагу порцию блюда из круп из лаковы иными словами макаронные изделия каши овощной рагу и вас быстрое попадание калорий в кровь и набор веса если вам ваша цель не набрать вес или даже его снизить во время застолья после застолья то вначале используйте например по лобио то есть иными словами блюда из бобовых гороха посоли вас в этом случае более длительный идет переваривание пищи меньше всасывается калорий медленно всасывать калорий кровь и меньше возможно их набрать вот если вы эти ошибки совершаете ну напишите там 2 в например комментариях и будет понятно какие ошибки у вас могут быть если же вы все-таки употребляете алкогольные напитки вопрос как они попадают далее уже в вашу пищеварительную систему и какие попадают я бы сказал это ошибка 3 а может быть если вы с мясной пищей используете сладкие полусладкие вина сладкое полусладкое шампанское вы используете ликеры вы используете наливки где достаточно большое количество сахара раздражая слизистую желудка будет перемещать непереваренное мясо рыбу либо птицу неважно что в кишечник гниение у вас обеспечено токсический удар по печени по почкам обеспечен ухудшение настроения обеспечено головная боль боль в мышцах суставов это все бесплатное приложение если вы совершаете ошибку 3 а таким образом если же у вас алкогольные напитки попадают а именно сухое полусухое вино сухое полусухое шампанское либо блюд водка коньяк то в этом случае у вас сочетание продуктов и напитков правильно и вы эту ошибку не совершаете что делать дальше обычно в конце застолье идет десерт и десерт будет правильно попадать вы организм если вы понимаете что застолье уже заканчивается в этом случае десерт финализирует переваренный пищи пища переваренный уходит кишечник если же вы хотите набрать вес то у вас может череда быть этих продуктов питания иными словами у вас гарнир какие-то блюда из овощей и фруктов у вас идут но преимущество овощей вначале всасываются в кровь и способствует набору веса мясо рыбу птицу вы можете пропустить и здесь пошел десерт быстро перемещение содержимого в кишечник переваривание усвоение и способность набрать вес если вы хотите быстрее набирать вес у вас вновь может попасть порции из овощей фруктов и вновь какие-то фрукты какие-то сладости на десерт в этом случае вы очень хорошо набираете вес если это была ваша основная цель если ваша цель была не набрать вес то ваши рацион это все-таки мясо рыба птица преимущественно а гарнир в том числе если вы эту четвертую ошибку совершаете напишите в комментариях циферку 4 чтобы понятно было для вас прежде всего когда вы отмечаете это в комментариях это понятно для вас какие ошибки вам у вас совершаются и какие вам лучше не допускать чтобы не получать негативные последствия от каждого проведенного застолья какие алкогольные напитки в этом случае могут попадать а на десерт логичные любые напитки когда говорят нельзя смешивать напитки между собой да понимаю лучше выбрать какой-то один напиток и использовать его на протяжении всего застолья но если к финалу застолья какие-то напитки закончились то здесь возможны варианты проблем особых не будет но с десертом совместимы все напитки если с мясом рыбой птицы не совместимы десертные напитки содержащие много сахара то десертом совместимы все не существенно вы взяли порцию мороженого и употребляете сладкое полусладкое шампанское очень контрастно и очень больше вам доставит удовольствие если вы как раз с сладким мороженым использовать будете блюд либо полусухое шампанское в этом случае у вас идет контраст ощущение здесь сладость а здесь практически напиток без сладости промывает рецепторы и следующая порция мороженого будет воспринято более интересно вы получите больше удовольствия от той же порции мороженого и самое главное у вас не будет переедания в этом случае удовольствие от мороженого будет достигаться на меньшем количестве съеденного мороженого или других кулинарных изделий вы вновь получаете плюс если вы вот в этом в этой области часто ошибались и использовали десертные напитки с десертом я советую вам немножко по-другому к этому относиться вы получите больше удовольствия если это пятая ошибка 5 а я бы сказал вами допускалась отметьте это в комментариях и это будет полезно и вам полезно и всем кто смотрит мои видео это были основные ошибки которые часто допускают за праздничным столом и обращаются потом за медицинской помощью но предупрежден вооружен теперь надеюсь вы их не совершите на этой позитивной ноте это видео заканчивать привычным подписчикам моих словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а в следующем видео я расскажу о том как правильно приготовить продукты питания чтобы они приносили вам пользу и не вносили ваше здоровье это очень важно будет поэтому если вы подписчик моего канала вы уведомление увидите в почте если вы еще не подписчик не забудьте на мой канал подписаться и тогда это важная информация вам поступит своевременно до новых встреч на моих видео каналах доктор скачкой школа доктора скачкой это youtube а также школа доктора скачком instagram не забывайте ставить лайки и отмечать свое мнение в комментариях до новых встреч на моих видео каналах да вот это в в в Продолжение следует...